Приветствуем вас, дорогие телезрители! Здравствуйте! Как всегда, вместе проведем час эфира с национальным телевидением, тем что со звездочкой. Да, в программе День студента Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Ну и на операторском Адре. Мы дали слово больше не зарекаться о сессии, не поднимать эту тему как минимум до лета. Сергей, вот скажи, пожалуйста, как твои дела? Ну, слушай, по пятибалльной шкале у меня пять с плюсом. Я стал дядей, а моя сестра родная стала молодой мамой. Поздравляю! Это так здорово! Вот как стремительно бежит время. Вот вроде бы только были маленькими, ходили пешком под стол, а тут уже ты становишься дядей. Ну, поздравляю тебя! Также стремительно летит время, как самый знаменитый в мире тренер по футболу Жозе Мауриньо упал на лед в Балашихе. Он вышел на ковровую дорожку и произвел символическое взбрасывание. А после символического взбрасывания очень символично упал. Подожди, насколько я знаю, Жозе это футбольный тренер. Почему он на льду? Я понимаю твои сомнения. Я ничего сейчас не понимаю. Жозе Мауринь и Балашиха в одном предложении сочетание сюрреалистичное. Я скажу даже комичное немножечко, да? Ну, португалец действительно приехал в Балашиху и открыл матч Авангард СКА. Да, ну что? В этом есть плюсы. В принципе, иностранец в очередной раз понял, что в России даже виды спорта такие опасные. Россияне, в принципе, сталкиваются с этим на головолёде каждый день, каждый зимний день. Так что мы простим. Простим эту оплошность. Да, ну что, давай уже перейдем к новостям, да? Потому что мы решили выбраться наконец-таки из стен нашего вуза и покопаться по новостям мировым. Да, мировые новости. Кое-что, мне кажется, мы нашли. Да, мировые новости, друзья. Найдено лучшее средство для омоложения. Ведь все гениальное, это просто. Аэробные упражнения помогут сохранить когнитивные способности и даже могут сделать мозг значительно моложе. Более того, выяснилось, что физкультура не просто улучшает функции мышления, она способна воздействовать на структуру мозга, увеличивая толщину его внешнего слоя. Выяснилось, что аэробные упражнения оказались в два раза эффективнее для улучшения работы мозга. При этом 40-летние участники эксперимента, занимавшиеся аэробикой, показали такие результаты, как будто бы их возраст головного мозга уменьшился на 10 лет. Ну а у 60-летних на целых 20. Вот это да. Все за спорт. Кстати, сейчас, по-моему, скоро будет проходить Ложня Россия. Это как раз-таки шанс укрепить свое здоровье. Действительно, да. И не только укрепить, и омолодиться. Что немаловажно. Да, давай дальше. Перейдем ко второй новости. Паша Техник в Госдуме. Подожди, Паша Техник рэпер? Это тот самый рэпер. На самом деле, один из самых устрашающих заколовков, которые я просто слышал. Популярный рэп-исполнитель Паша Техник на днях посетил Государственную Думу. Исполнитель, недавно вступивший в ряды ЛДПР, заглянул во фракцию данной партии и предложил самому молодому депутату Нижней палате Василию Власову внести своеобразный законопроект о поддержке рэперов грантами. После чего посетил Думский буфет, где оценил питание народных избранников. Ну, здесь хочется сказать, что всеми нами, а может, и нами, любимая партия выбрала не самого лучшего рэп-исполнителя для своего имиджа. Но, возможно... Но мы желаем удачи. Удачи в его начинании. И плавно переходим к следующей новости. Кто вылупится из яйца? Креативщики о флэш-мобе Like the Egg. История яйца, рекордсмены в Инстаграме, вы, наверное, о нем все знаете, буквально взорвала интернет. Начиная с 4 января, пользователи лайк или фото репостили его в истории, рассказывали друг другу о том, какая это хорошая или нехорошая, странная, не странная идея. И в результате менее чем за месяц эта фотография набрала целый 51 миллион лайков. И теперь яйцо знаменито на весь мир. И популярность его только растет. Лайков больше, чем у меня и в твоем Инстаграм-профиле вместе взятых. А мы вроде бы ведущие. Слезки, слезки. Слезка вот так вот течет. Да. Ну что, и интернет неудоумевает. Кто же автор такой вот публикации, и в чем цель данной компании. А теперь, когда яйцо треснуло, пользователи же гадают, кто же в конце вылупится из этого яйца. И, кстати, мы тоже гадаем, кто же, кто оттуда, что оттуда может вылупиться. И прямо сейчас, в данную секунду, запускаем... Свой интерактив. Да, свой интерактив в официальной группе ВКонтакте наш университет от ЧГП имени Яковлева. Пишите свои комментарии, кто же может оттуда вылупиться. И да, давай. Самый креативный вариант получит призы от наших сегодняшних гостей, от правкома Чуварского государственного педагогического университета. И может какую-нибудь фотку с ведущими, и она наберет столько же лайков. Да, больше, чем 51 миллион. Но, да, открою секрет. Подарки очень хорошие. Самые классные билеты в кино. Очень жаль, что это будем сегодня не мы с тобой, да, и Сергей. Вот, ну ладно, давай дальше. Давай перейдем к четвертой нашей новости. Что сказал Фил? В США и Канаде отметили День Сурка. Предлагаю сейчас посмотреть видео, как это происходило. Ты думаешь по этому поводу? Я ничего не думаю. Я просто смотрела с таким взглядом. Во-первых, начнем с того, что он не сам вышел. Мне кажется, его держали в заперти, его просто вынули. Да, 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 да. Очень странно. Сурок вышел из норы около 7.30 утра. Там уже собралась толпа. Ну как вышел, да. Ну как вышел. По местному времени и не увидел своей тени. А это значит, что весна должна быть ранней. Ну то есть наш русский формат в Масленице, что ли, я так понимаю? Да, ну да, конечно. Если будет весна ранней, то это очень хорошо, потому что на улице очень холодно, я мерзну, не хочу мерзнуть. Давай, давай перейдем к следующей новости. Очень хорошая новость для нашего университета, да вообще для всех. Ведь Миноборнауки России в очередной раз признала наш Чувашский государственный педагогический университет эффективным вузом. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации подвело итоги очередного ежегодного мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования. И по итогам этого мониторинга в 2018 году наш университет седьмой год подряд признан официальным эффективным вузом. Ну что, мы поздравляем наш университет. Учимся пока что. Учимся, да, конечно. Слушай, Юль, какой музыкальный жанр самый популярный сейчас в России, ты знаешь? Ну, по твоему мнению исключительно. Ты же все-таки музыкант. Я музыкант, но я больше такой меломан, и я не знаю, но пусть будет рэп. Рэп. Сейчас во всех экранах и кинотеатрах страны гремит премьера фильма о хип-хоп направлении. Мы отправили нашего любимого семикорреспондента Егени Тупицына. Давайте посмотрим, что же из этого вышло. Давайте. Сейчас главный музыкальный жанр в России – это хип-хоп. Давайте узнаем, так ли это на самом деле. Привет, тебя как зовут? Привет, Володя, меня зовут. Владимир. Какую ты музыку любишь слушать? Рэп. Хип-хоп, да? Да, хип-хоп, рэп. Чем тебе нравится рэп? В некоторых треках есть смысл, в некоторых просто качают. А кого можешь выделить? Вот тройку, которых ты любишь, рэперов русских. Гонфлат. Гонфлат, раз. Ну, Макс Корж – это не рэп. Ну ладно, давай Макс Корж 2. И новый альбом «Фейс» понравился. Ты бы сходила на фильм «Биф» Рома Жигана вышел? Я собирался сходить. Собирался? Когда пойдешь? Не знаю, на неделе. Привет, как вас зовут? Привет, Катя. Даша. Какая вам музыка нравится? Рок-музыка. А тебе? Меломан. Ты меломанка, да? Хип-хоп тебе нравится, рэп? Нет. Почему? Мне не нравится сам стиль, текстар. А тебе? Относительно, да. Кого можешь назвать из русских рэперов, которые тебе нравятся? Скриптонит. А какая тебе песня у него нравится? Это «Любовь». Это «Моя вечеринка». Да, да, да. Да. Нравится? Какая тебе музыка нравится? Вообще мне нравится корейская музыка, но и в хип-хоп, слушай, вообще меломан. А из русских рэперов тебе кто-нибудь нравится? Леша Свик. Кто еще? Скриптонит. Не. Баста. Нравится. Гуф. Нет. Ты знаешь, вот фильм вышел «Биф», русский хип-хоп, Рома Жигана. Хотел бы на него сходить, там, про русский хип-хоп, как он зарождался? Да, хотела бы сходить, потому что интересно. Когда ты Фейса послушаешь, Гон Флада, там, ну, любых рэперов, тебе, как ты считаешь, может жизнь измениться? Да, некоторые рэперы мотивируют. Мотивируют L1, например? Да. Вот, как ты считаешь, рэп, это сейчас главный жанр в музыке или нет? Поп, рок, что главное? Ну, рэп, хип-хоп, да, это самое прослушиваемое сейчас. Почему? И как ты думаешь, долго ли он будет держаться на этом уровне, высоком? Не думаю, может еще пару лет и все. По пять лет примерно так. Хорошо. Вот через пять лет посмотрим это видео. Ты за музыку или за смысл? И за то, и за то. 50 на 50. Ну, все равно, чтобы преобладал смысл, да? Да, чтобы и как бы, ну, серьезно. Нормальная мелодия, смысл хороший. И все будет круто. И песня зайдет. Ну что, друзья, слушайте мотивирующих рэперов. Да. Слушай, Сергей, вот каждый раз, когда мы с тобой выходим в эфир и приглашаем гостей, мы устраиваем им интерактив. Да. Почему бы нам прямо сейчас, мы же меняем формат, да, ведь, прямо сейчас мы устраиваем... Пробуем. Интерактив друг с другом. Давай, сыграем в «Правду» или «Ож». Давай. Ты знаешь, что я... Я выиграла. Я задаю вопрос. Тебе, насколько хорошо ты знаешь все выпуски нашей программы? Ну, давай. Вот такой у меня здесь вопросик. В первом выпуске программы в гостях были участники конкурса «Учитель будущего». «Правда» и там сидел мой лучший друг. Это точно я знаю. Костя Орлов и... И... Даша Савина. Савина. Да, это «Правда». Покажите мне, пожалуйста, что я показываю правду. Вот она. Молодец. И ничего, кроме «Правды». Правда. Давай. Ну что, теперь я. Давай. Сергей, то бишь я, во время программы поменял трех соведущих. Нет, это не правда. Я это знаю, потому что у тебя было... Было... Хотя, подожди. Возможно, что я правда... Ну, ты поменял. Даже все так сложно, да? И была я, Аня и девочка Катя. Да. Тогда это значит... Это... Это правда. 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 Да, да, да. Хорошо. Ладно, давай по прошлому эфиру с тобой пройдемся. Студенты первого курса факультета физической культуры Миши Николаев и Полина Норкина являются призерами летней универсиады. Абсолютная ложь. Я уверен на сто процентов. Да? Да, в принципе, да. Ты прав. Это... Точнее, ну, правда. Ну, в смысле, ну, лошадь. Ну, так сойдет. Да, ну, ты прав. Давай что-нибудь интереснее. Давай. Давай с роликом каким-нибудь. Сего? Вот, я нашел. Давай. Юль, правда ли, что сегодня 15 выпуск программы День студента? Подумай хорошо. К этому вопросу я правда не была готова. Сейчас я вспомню, подожди. Да, сегодня 15 выпуск. Да, 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 да. Ничего не скажешь, это правда. Да. Что-то у нас 2-2, по-моему, да, или мы не ведем. Томарическая встреча. Да, конечно. Конечно. Ну, давай, и еще, еще, еще один. В отряде Ирины Тимофеевой был пионер ростом 192 сантиметра. Ну, это очень трудно забыть и спутать. Да, был такой парень, я его приглашал в сборную по волейболу нашему. Ну что, дорогие телезрители, с вами снова Чуварский государственный педагогический университет, и это был фееричный выход на рекламу. Да, да. С вами, как всегда, Сергей Архипов. И Юлия Чержа. Да, и сегодня у нас в гостях, очень интересные, в гостях гости не скажешь, очень интересные люди. Это председатель первичной профсоюзной организации обучающихся нашего университета и председатель профбюро факультета Чувашской русской филологии Ольга Анатольевна Гурьева и Аня Кузьмина, студентка 4-го курса. Здравствуйте. Добрый день. Да, ну что, как ваше настроение, как дела? Ну, дела отличные, настроение тоже хорошее. Ну, немножечко я волнуюсь, если честно. Мы тоже волнуюсь. Мы тоже волнуюсь. Да. Аня, как у тебя дела? Все отлично, сейчас на практике, вот с практики вырвалась к вам. Здорово. Ну, мы с Сергеем и вообще с нашим медиа-центром подготовили для вас очень-очень много всего интересного, подготовили много вопросов. Давайте вот начнем с того, что, коротко, что такое профсоюз? Ну, профсоюз – это крутая организация, скажем так, самая крупная на сегодняшний день общественная организация в педагогическом университете. И в 2019 году нам исполняется 50 лет. Со дня существования я даже вот принесла по этому поводу выписку. Это из первого протокола нашей организации. И вот у нас есть такой вот документ хранится. Да. У нас в основном, это, конечно же, членами профсоюза являются студенты. И на сегодняшний день это порядка 90% студентов – члены профсоюза. И мы самая крупная, еще раз повторюсь, общественная организация в университете. Ну, здесь прям… А, да, Альда, конечно. Чем мы отличаемся от других организаций? Наша основная деятельность – это как раз-таки защита прав и интересов обучающихся нашего вуза. Мы представляем их на различных собраниях, в ученом совете, на ректорском часе. И всегда стадим, чтобы права студентов не ущемлялись, а наоборот улучшались. Ну, в связи с этим возникает вопрос, как стать членом профсоюза. Просто честно, некоторые ребята не знают, как это сделать, но, по-моему, конечно, это очевидно. Но давайте еще разочек. Как стать членом профсоюза? Ну, давай, Аня, расскажи. Ну, во-первых, на первом курсе у нас проходит агитационная работа, в рамках которой мы рассказываем о деятельности профсоюза, о том, какие преимущества есть у членов профсоюза. И сразу предлагаем студентам написать заявление на вступление. Ну, естественно, по желанию. Вот. Если студент по какой-то причине, ну, возможно, ему на первом курсе не захотелось, или он пропустил это мероприятие, то он в любое время может обратиться к председателю профбюро. Своего факультета. Да. Изъявить желание о вступлении и написать заявление, и, соответственно, ты уже являешься членом профсоюза. Понятно. Вот как, Аня, ты вступила в профсоюз, вот помнишь, ты знала вот с первого курса, что ты станешь членом профбюро своего... С профсоюзом до конца. Да, да, да. Я вступила как раз-таки в рамках агитационной работы, ну, потому что мне показалось это интересным и увлекательным. И потом стала развиваться как активист. Я избралась профоргом группы, меня назначили. И потом я стала участвовать во всяких мероприятиях, в школах актива, в мероприятиях, которые проводились на факультете, в ВУЗе. И в конце уже моего первого курса мне предложили стать заместителем председателя профбюро. Уже в первом курсе. На первом курсе. Вот. И, конечно же, я согласилась и дальше-дальше стала развиваться в этом направлении. А вот с какими вопросами чаще всего подходят студенты именно к профсоюзу? Ну, в основном это, конечно, вопросы разъяснительного характера, уточнить, как получить социальную стипендию, как можно получить материальную помощь, как из фонда профсоюзной организации, так и из фонда ректорского, да, скажем так. По поводу мероприятий, по поводу поезда, какие есть поездки, какие льготы, скидки. Но вот, к сожалению, наверное, в основном профсоюз у студента ассоциируется со скидками. То есть профсоюз, скидка, бонусы, халява. Да, мы, конечно, стараемся учитывать интересы студентов и рассказываем о разных вещах, фишках, которые у нас существуют не только в ВУЗе, в Республике в целом и в России. И в основном мы, конечно, все выкладываем в наших социальных сетях, в Инстаграме, ВКонтакте, так что подписывайтесь. У нас очень много интересного. Вот сейчас прозвучала фраза «Республики и Россия», а есть ли у вас какие-либо партнеры и получаются ли вы какие-то бонусы от них? Ну, я помимо того, что являюсь председателем первичной профсоюзной организации в университете, также являюсь председателем студенческого координационного совета в Чувашской республике и вхожу в президиум Центрального совета. И, конечно же, это играет, наверное, большую роль в деятельности студенчества и тем самым есть бонусы. Например, у нас студенты, это не только в нашем ВУЗе, но и в Республике и в России могут получать скидки по программе РЖД-бонус, которая предоставляет, конечно, студенческий координационный совет. Ну, очень много разных бонусов, это и поездки, и обучающие мероприятия как республиканского, так и всероссийского характера. Ага, вот у меня такой опять-таки к вам, Ольга Анатольевна, вопрос. Вы учили же в нашем университете, правильно? Да. На первом курсе вы знали, что вы будете занимать такую должность? Вообще, как ваш путь шел к этому? Ой, на самом деле, я никогда не думала и никогда не мечтала, что я свяжу свою жизнь с профсоюзом. Но так получилось, что на первом курсе, ну, признаюсь, да, это как было, все вступили, я вступила. То есть, ну, будем откровенны с вами, да? Но затем на втором курсе, когда я немножечко начала вливаться в студенческую жизнь, уже начала ездить по различным мероприятиям, мне больше всего понравилось именно профсоюзное направление из всех остальных, которые у нас в ВУЗе существуют. Кстати, у нас 18 различных общественных организаций, в том числе и вот профсоюзная. Я выбрала профсоюзную. После студвесны, после поездок, вот мне это было ближе. И как-то так получилось, что потихонечку-потихонечку стала председателем профбюро, затем уже заместителем председателя первичной организации. И в 2014 году меня избрали уже на общей конференции в университете председателем профсоюзной организации. А на сколько лет избирается председателем? На пять лет в этом году, в марте. У нас конференция, и, кстати, любой желающий, любой член профсоюза может баллотироваться, скажем так, на пост председателя. А на второй срок можно? На второй срок можно. Это прописано в Конституции. На второй срок можно, но это и на третий можно, но все зависит от воли студентов. Это не мое желание, как проголосует студент. Кстати, вчера я провел независимое расследование в своем инстаграме. Я выложил опрос, знают ли, чем занимается профсоюз в университете. Этот пост посмотрело 200 людей, из которых проголосовало 50 человек, и мнение разделилось 50 на 50. Очень интересно. И вот как вы думаете, с чем связано отсутствие понимания? Либо это не нужно студенту, либо нехватка информационных знаний про профсоюз. С чем это связано? Спасибо за опрос. Мы, наверное, в очередной раз пришли к тому, что студент, к сожалению, пока не столкнется с какой-либо проблемой, он не будет выяснять, что у нас в университете есть. К счастью, наверное, с одной стороны, хорошо, когда они не знают. И нет проблем. И нет проблем, да. И поэтому ассоциируют профсоюз с развлекательной частью. Но плохо, конечно, что 50% и как бы всего лишь 50% знают. Но с чем это связано? Связано с тем, что, наверное, мы, конечно, работаем, но проблема в последних лет, это в первую очередь, наверное, в том, что студент, он живет в своем мире. И сами, наверное, знаете, будучи активистами университета, что пригласить студента и вытащить его из своей зоны комфорта становится все сложнее. Вот эта проблема есть на сегодняшний день, хотя мы все-таки стараемся поощрять студентов различными поездками, призами, подарками. Но вот и знаний мы все-таки вкладываем, проводим различные, очень много образовательных мероприятий. Но почему-то, вот я не знаю, честный вопрос. А я вот бы добавила, почему на самом деле так происходит. Потому что основное поле деятельности, чем мы как раз-таки занимаемся, защита прав и интересов, проходит, ну так скажем, скрыто от студенческих глаз. Потому что не всегда студенты знают то, что у нас есть ученый совет, где мы сидим и высказываем свое мнение, изучаем проблемы студенчества. К сожалению, они этого не видят и поэтому не совсем осознают нашу основную деятельность. Но на самом деле мы всегда стараемся поддержать студентов и стараемся то, чтобы все мнения студентов были услышаны. Поэтому многие решения спускаем на факультеты. То есть идет обсуждение на факультетах, потом уже с факультетов приносят окончательное решение, уже идет обсуждение в ВУЗе. Понятно. Вот у меня такой вопрос, не знаю, уместен он здесь или нет. А могут вообще отказать, вы можете отказать в приеме в профсоюз студентов? Да, конечно. По каким параметрам? Ну, во-первых, любое решение, оно принимается профсоюзным комитетом, в том числе и заявление на вступление в профсоюзную организацию. Это принимает уже профсоюзный комитет представителей всех факультетов. Но если, допустим, студент или человек, абитуриент раньше был в профсоюзе, но по каким-то причинам его исключили, там, нарушение устава, ну, разные бывают, да, причины, то в этом случае можем отказать. Но, если честно, таких случаев, наверное, на моей практике такого не было. А на практике других, наверное, коллег моих тоже единичные, если только, если уж прям такой злостный хулиган. А что теряет человек, выйдя из профсоюза? Вообще, можно из него выйти? Да, конечно, это общественная организация, добровольная организация. Как вступает человек при помощи заявлений, скажем так, так и выходит он тоже при помощи заявлений. Пишет заявление, и профсоюзный комитет рассматривает заявление, уже принимается решение о том, чтобы... Он вышел. Он вышел, да. Но что теряет? Ну, во-первых, у нас есть соглашение между администрацией ВУЗа и профсоюзной организацией. Это локальный нормативный документ, который является дополнением к действующему законодательству, и который тоже, он распространяется на членов профсоюза и дает дополнительные льготы и гарантии. Это во-первых. Ну, во-вторых, это представительство и защита его прав и интересов перед администрацией ВУЗа. Мы же общественная организация, и когда общественная организация крупная и сильная, скажем так, добиться каких-то льгот или благ именно со студенчества гораздо легче. Но очень много всего. Те же самые бесплатная юридическая консультация, предоставление его прав не только, допустим, перед администрацией, но и выше. Очень много всего. Во-первых, это, конечно же, это сообщество. Что такое профсоюз? Это профессиональный союз. Наши студенты, они не являются членами профсоюза именно первичной профсоюзной организации обучающихся. Они являются членами общероссийского профсоюза образования. Будучие педагоги, они, естественно, находятся в этом профессиональном союзе и на протяжении уже со студенчества являются нашими членами. Сейчас зима. Есть ли для студентов какие-нибудь выгодные приглашения или какие-нибудь билеты от профсоюза? Вот связанное что-то с зимним спортом. Давайте сейчас посмотрим сюжет, куда можно вообще сходить зимой, а дальше уже спросим наших гостей, куда и что. Всем привет! Совсем немного остается до конца зимы. И именно сейчас самое время попробовать все виды зимнего отдыха, чтобы почувствовать себя как можно счастливее и не пожалеть об упущенных возможностях. Первым делом обязательно сходить на каток. Я, правда, сама не совсем умею, но погнали! Если вы не умеете кататься на коньках, то лучше найти того, кто вас научит. Во-вторых, мы советуем вам катание с этими прекрасными собачками «Хас». В-третьих, вы должны испытать на себе настоящий экстрим – катание на бананах. А еще вам стоит научиться кататься на сноуборде, если вы, конечно, не умеете. Ну и, конечно же, самый популярный вид отдыха зимой – катание на матрушках. Помимо всего этого, мы не упомянули лыжи, санки, катание на снегоходе и другие виды зимнего отдыха. Остался всего один месяц зимы. Проведите это время как можно ярче. Будем проводить время как можно ярче, ведь я не знала, что у нас можно кататься, научиться кататься на сноуборде. Ну а еще я, конечно, хочу прокатиться вместе с собачками. С «Хаски». Да, «Хаски». Тогда давайте вернемся к вопросу про зимние развлечения. Что может нам дать профсоюз? У нас есть вообще ежегодная акция, которая проводит ежемесячно – это катание на коньках. То есть мы снимаем Чебоксары-арену полностью. Каток. Да. И раздаем бесплатные пригласительные билеты для членов профсоюзов. По нескольким десяткам билетов на каждый факультет. Вот. Это может получить любой желающий. Но, конечно, мы уже учитываем активность студента, его профсоюзный стаж. То есть ребята, которые уже давно в профсоюзе, мы их стараемся поощрить больше. Но про новичков тоже не забываем. И ясно. А когда следующий заезд в Чебоксары-арену? Следующий заезд мы объединяем два праздника. Это 14 февраля и 23 февраля. И с развлекательной программой у нас в промежутке, ну, ориентировочно 16 февраля в 6 часов вечера мы будем наших студентов ждать на катке Чебоксары-арену. Будем кататься. Здорово, здорово. Для тех, кто не любит саночки водить, как офис. Профсоюз. Да. И коньки, кстати, тоже выдадут бесплатно. О, это еще один плюс. Это же здорово. Давай, Сергей, что ты еще хочешь интересного спросить? Так, пока что мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а дальше уже кое-что интересное. А мы для вас кое-что подготовили. Ну, хорошо, мы будем ждать. Вернемся совсем скоро, друзья. Ну что, еще раз здравствуйте, друзья. Я в эфире телепроект «День студента» и с вами Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлевича. Каждый эфир как в первый раз, как в первый класс. Во время рекламного блока мы... Немножечко подготовились. Разделили нашу студию на две команды. Команду «Правкома» и молодежи Чувашского государственного педагогического университета. Да, серьезно. «Правком» представляет интересы именно молодежи. Мы сейчас вас поспрашиваем некоторые молодежные вопросы, на которые, мне кажется, вы знаете ответ. У вас будет ровно 60 секунд. Звонок другу. Кому хотите? У меня очень много друзей. Понятно. Я думаю, что вы справитесь. Давайте. Давай. Я это... Подождите, а мы по очереди отвечаем или как отвечаем? У вас команда. Команда. А, все команда. Мы с тобой думаем, какой вопрос мы зададим. Идет 8 вопросов подряд. Давайте представим секундомер. 60 секунд. Раз, два, поехали. Поехали. Какие молодежные телепроекты вы знаете, кроме Дня студента? Я вообще не смотрю телевизор. Любой вариант ответа. Что? КВН. КВН. Отлично. Назовите хотя бы трех «Мстителей». Что такие? Марвел. Марвел. Фильм. Енотик там был. Енотик. Да, да. Ракета. Грудь. Грудь. И еще какой-то... Луни Старк. А, «Железный человек». Отлично. Третье. Спойте любую строчку из песни Тимы Белорусских. Известного. Не забудь, как твои любимые цветы. Отлично. Отлично. О какой проблеме говорит Егор Крит в клипе «Крутой»? Холостяк? Нет. Крутой. Нет. Что там? Кто? Зовет меня Игорь. Я со мной не знаю. Я крутой, как и крутой. Дальше. Кому посвящен фильм «Биф»? Гуфу? Только Гуфу, да? Там шпаком. Рэпером скутный рэпер. Отлично. Для чего нужна карта правкома? Для того, чтобы быть членом профсоюза. Там уже полусекунды. Где сейчас находится Боггер Иван Гэй? На земле. Отлично. Твоя, ваша кликуха из детства. У меня нету кликухи. Но я, по крайней мере, не знала. Не знаю. Придумайте. Десять. Очень умники. Умники. Давай умники. Умники. Здорово. Давайте ответили на... Давайте шесть из восьми. Ну, шесть. Почти на все ответили. Почти на все. Да, давайте пятерки выклазь. Команда. Блин, мне надо смотреть телевизор. А теперь, Юль. Да. Предлагаю сыграть за нашу команду. Но так как ведущий кто-то должен быть остаться. Аксима, можете вы зачитать наши вопросы. Да. Вопросы подряд, и мы с тобой попробуем. А подождите, а вы же знаете ответ. Нет, мы абсолютно не знаем. Там нет ничего. О, это же наш. А, давайте. Ну что, какие документы нужно предоставить студентам в университет для получения социальной стипендии? Так, ну, скорее всего, какие-то грамоты. Нет, социальные. А, социальные стипендии. А, нужно справку из СОБЕСа принести. Вроде бы... ЖЭКа, ЖЭК. ЖЭК, да, чтобы... Ну, соответствующий документ о том, что вы можете получать эту стипендию. И выписку с родительской зарплаты. Что-то такое. Ну, ладно, ладно. Ну, мы не близки, так скажем. Давайте все. Следующий вопрос. Норма жилой площади в общежитии на одного студента? Я не живу в общежитии. Я тоже. Ну так, давай рассчитать. 20 квадратных метров на одного. Это слишком мало. Нет. Я тоже нет. 8? Слишком мало. 8. Я слышал 8. Пусть 10 будет. Давай 9 посередине. 9, ладно. До следующего вопроса. В чем разница между профоргом и председателем профбюро? Вот профорг, вот председатель профбюро. Нет. Ну, ладно. Какие виды стипендий вы знаете? А, я знаю, я знаю. Повышенная академическая, обычная стипендия, социальная стипендия, стипендия профсоюзная. Все? Есть еще повышенная социальная. А, президентская. А, президентская, конечно. Ну, хорошо, засчитай. О чем 36-я статья закона об образовании? Наверное, наоборот. Об образовании. Об студии сейчас. Кстати, вот, перечислили любые виды стипендий. Мы вас позвали сегодня. А какие вы... Стоп, стоп. Это ответы? Да, Сергей. Сережа, так. Да, вы можете нас, так сказать, направить. На какую стипендию? Вы думаете, мы точно пройдем? Подойдем. Подойдем. На повышенную государственную академическую стипендию. Ну, академическую, я думаю, точно. Ты подал документы? Да. Друзья, давайте сразу прорекламируем. Завтра последний срок сдачи документов на повышенную академическую стипендию. Так что, скорее, если вы хотите подать документы, собирайте скорее все грамоты, заверяйте их печать, мне отдавайте. Отдавайте в деканат. Возможно, вы пройдете и станете владельцами. В продолжение слов Юли хочу добавить, что до 15 февраля мы также принимаем документы на стипендию, именную стипендию профсоюзной организации. Вот, как здорово. А для этого нужно какие документы подать? Быть молодцом. Быть молодцом. Все, подаем, подаем. И, естественно, быть в союзе. У нас есть вопрос? Да. О чем 36-я статья закона об образовании? Так, ответ об образовании не по-шему, да? Ладно, пас. Хорошо. А стипендия, о чем она, конечно же? И что мы еще не задали? И когда же был принят наш закон об образовании? Хотя бы год давайте. Я не знаю, что нужно сейчас спеть, чтобы... Это к тому, что у вас там ответы прописаны. Да, да. У вас ответы прописаны там. Ну вот, видите, с какими сложными вопросами нам приходится сталкиваться в профсоюзной организации. То есть именно юридические. Юридические, да. Вот именно закон об образовании, это наш основной, наверное, документ, который мы используем в своей деятельности. Ну, я думаю, что сегодня команда профкома за профсоюз. Давайте делаем дружбу. В горной борьбе. Давайте дружбу. Да, я не знаю, что профсоюз, мы же не отдельно от студентов, а вместе. Это так мило. Ура, победила дружба. И все эти герои объединились в программе «День студентов». Ура. Давайте пару вопросиков еще помучаем наших гостей. Конечно, конечно. Прямо такое вот что-то... Ну, вот мне всегда было интересно, Аня, чем вообще занимается именно профорк на факультете? Вот что он решает? Вот как раз-таки, говоря о нашем интерактиве, профорк, он в группе. То есть он представляет свою группу уже в профбюро факультета. А председатель он не в профбюро. А, все, понятно. Поняла. Я как раз-таки, получается, представляю членов профсоюза своего факультета. И у нас очень большая работа проводится. Все решения, как я уже говорила, мы обсуждаем сначала на факультетах. Потом их уже выносим только на общеуниверситетские собрания. Плюс мы участвуем как раз-таки в стипендиальную комиссию входим. И вот при назначении повышенной государственной стипендии мы тоже там принимаем участие, смотрим документы, приносим свои какие-то замечания, предложения. И вот, наверное, говоря о стипендии, самое наше такое большое достижение было то, что назначение стипендии решается первоначально на факультетах. И только когда мы уже в университетах. Вот, кстати, последний вопросик. Студенты крайне пугливый народ. И вот есть ли такое, что многие боятся, что их будут в профсоюзе напрягать? Вот будет ли организация напрягать студентов? Напрягать, наверное... Давайте разберем миф. Нет, напрягать нет. У нас все добровольно. И профорги групп, и председатель профбюро у нас никогда не назначаются, а избираются. То есть это все-таки процедура добровольная. И общественная. Естественно, тут нет такого. Всегда мы действительно сталкиваемся с таком. А что я буду делать, если я вступлю в профсоюз? Да ничего. Радоваться жизни, получать бонусы, подарки и все. Ну, на самом деле, главная обязанность члена профсоюза – просто платить членские взносы. И остальное, в принципе, по желанию. Хочешь быть активным – мы всегда рады. Хочешь там прокачать какой-то свой навык, будь ты фотографом или там оратором, ведущим. Да, нам тоже нужны ведущие на различные мероприятия. Мы всегда готовы поддержать наш студент. Так, пока что наши подарочки вы не можете показать. Ожидают участников нашего конкурса. Перейдем к еще одному заключительному, крайнему интерактиву. Сейчас в интернете, Юль, знаешь, такой формат «Лига плохих шуток». Команда КВН нашего вуза «Омерзительная восьмерка» подготовила для нас парочку шуток. И сейчас мы попробуем с нашими гостями их зачитать и посмотрим, кто здесь же в игре. Нам главное – не смеяться. Главное правило – не смеяться. Давайте начнем. Главное правило – шутить. Пожалуй, я передам это тебе, потому что я шутить не очень умею. Что говорит Валерий Суранов, когда начинается студвесна? Что? Вы готовы, дети? Нам не смеяться, да? Не смеяться. Почему мне не хочется смеяться? Я ничего не понимаю. Кто не смеется, тот победил. Все смеялись. Один-один. Хорошо, хорошо. Это пробный вариант. Следующий ход. Ага. Почему в танцевальной сборной много евреев? Почему? Потому что они идут за Моисеем. Извините. Шутка зашла. Кому думал? Можно, пожалуйста? Пока. Можно я, пожалуйста? Юлия успокаивается. Следующий. Чем отличается студент, живущий в общежитии, от живущего дома? Чем уже? У первого таракана в голове больше. Посмейтесь, пожалуйста. Не смейтесь. Аня посмеялась. Вот. Смешать не шутка, мне смешать ведущих. Может, там все-таки хуэль. Ну, ладно, ладно. В этом и прикол. Молодежь прикол. Почему на ТЭФе неискательность экономистов? Почему? Потому что они нафиг никому не нужны. Кто? Экономист. По-моему, мы самая неудачная команда с тобой, Сергей. Потому что мы можем посмеяться над пальчиками. Над всем, да. Да, давай. Давай я тебе доверю. Я сейчас боюсь, что я засмеюсь на вопросе. Куда попадают студенты, которые не сдали сессию? В военкомат. Ответ на дачу к декану. Спокойно. Тоже может быть. Почему? По-моему, мы просто с тобой не умеем подавать хорошие... Материалы, конечно. Да, да. Хорошие ответы, что мы над ними смеялись. Давайте, давайте. Почему конкурс «Перловка» проводится в два дня? Раскройте секрет. Потому что сарпики может сделать лишь пять пирогов за день. Мне хочется смеяться. А наши телезрители знают, что такое сарпики? А давайте расскажем. Давайте поговорим. Да, что такое сарпики. Кстати, знаете что? У меня есть друзья. У меня есть друзья. Они живут в Екатеринбурге. И они запомнили имя девушки сарпики. Сарпики – это очень хорошее столовое, кафе, закрепленное за нашим университетом. Где студенты могут заходить и покушать довольно-таки вкусно. По каким-то скидочкам. Да, там комплексная беда. И причем в последнее время, в конце уходящего года, администрация вуза вложила порядка двух миллионов на то, чтобы, скажем так, оборудование в наших столовых, буфетах, в том числе и сарпики, соответствовало последним тенденциям моды. Так что этим можно гордиться. Ну что, дальше-дальше-дальше давайте. Кто там? Нет, мы про сарпики спросили. А, да. Что необходимо сделать, чтобы Александр Рева поступил к нам в ЧГПУ? Что же нужно? Завонить? Надо сказать или спеть, что здесь учатся Света, Лена, Вика, Вероника. Дай дальше. Ну, Вика, ну, Вика, ну, засмеялась, поэтому мы уже не садили. Кстати, это очень жизненно для нашего педагогического университета у нас. Да, да, да. К сожалению или к счастью, только Лена, Света и не Максимов, не Саша. А, между прочим, самый девичий факультет, факультет дошкольной аккоррекционной педагогики, из своей практики, да, расскажу, чаще всего выходит замуж и больше всего имеет детей. Вот, да, уже удовольствие. Хочется добавить Света, Лена, Вика и Сережа тоже. Давай дальше. Да. Как выжить на стипендию в универе? Спокойно. Если это социально-академически. Которую мы получим, скажем. Да, да, да. Или устроиться на работу в Газпромбанк? Ну, Сергей, что такое? Ладно, хорошо. Почему студент деградирует? Почему? Они читают книг? Да, общего развития. Прикольно. Сергей, у нас с тобой ничего сегодня не получается. Это фиаско, братан. Да. И завершающее право. Как студвестники сдают сессию? Как? Как. С песнями, фиасками, а студенты в химо еще в красивых костюмах. В очень красивых костюмах, да, студенты в химо сдают сессию, да. Если все видят наши телезрители, то Юлия Чержа уже краснеет. Давайте перейдем сейчас к интерактиву, который вы для ведущих подготовили, насколько я стану. Нас слышен. Нет, на самом деле у нас, наверное, не интерактив, а мы вспомнили программу «Поле чудес» и решили прийти в студию с подарками. Я ждал это 15 минут, 14 выпусков. Да, у нас выпусков, да. Да. Как. У нас вот в этом замечательном пакетике истинные подарки для ведущего. Угадайте, угадайте, что же там, что же. Угадайте. Танамка. Да, что, знаете, да, как его пудра, чтобы личико не сверкало. Вода, чтобы с пустыми стаканами. Да, да, наверное. Ну, наверное. Да, без шуток что-нибудь реальности. Да, без шуток. Каждому ведущему нужна папочка, где он что-то будет записывать. И блокнот. Кстати, вот, блокнотик. Блокнот. 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 Спасибо большое. Затем, что у нас? Рутичка. Конечно, чтобы было чем писать, а не фирменные. Ой, как круто. И последний сюрприз, так скажем. Барабанная брачка. Барабанная брачка, это для того, чтобы вы снимали свой стресс. О, это самое нужное. Давай, давай на камеру взял. Да, раз, два, три. О, класс. Еще вот это вышло из-под контроля. Нет, на самом деле, это очень нужные вещи. Поэтому прям благодарна вас. Спасибо вам большое. Давайте вот проживание нашим студентам от лица профсоюза на финиш. Да, да. Ну, в первую очередь, конечно же, отличные сессии, ярких моментов и знать, что профсоюз рядом и что самое лучшее только впереди. Вот он, профсоюз. Вот они, ведущие программы «День студента». К сожалению, нам приходится сегодня прощаться. Вот он, Чувашский государственный педагогический университет имени Ивана Яковлевича Яковлева. Смотрите нас каждый вторник в одно и то же время в 4 часа вечера. До новых встреч! До свидания! Пока!